я буду жить и как я благодарна этим девочкам которые так оперативно и так быстро могли со мной вот ну как бы сказать помочь мне жить выжить быстрые такие ира так вот я слышала ира дыши петровна дыши и открываю глаза они стоят это все так эмоционально надежда петровна плачет только при одном воспоминании о раннем утре 6 июня первый за четыре года болезни приступ астматического удушья был настолько тяжелым что женщина мысленно попрощавшись с родными отдалась воле бога и рукам врачей вот уже несколько дней женщина прикована к ингалятору и кислородному аппарату вот так беру да да а дома вы чем будете а дома у меня тоже есть ингалятор это же лекарство хорошо что у нас в рингое есть такие условия что я могу подышать кислородом что есть у нас ингаляторы что я могу вот не отходя как говорится от своей кровати смирить давление 33 года назад приехав возводить новую рингой надежда петровна и не подозревала что примет участие в строительстве здания которое однажды станет для нее главным в жизни а люди в нем работающие спасителями за 10 дней проведенных на больничной койке пациентка успела не просто крепко подружиться с врачами и медсестрами а буквально сродниться в подтверждение трогательных откровений небольшая экскурсия по отделению здрасте вот светлана юрьевна это лечащий мой врач которая спасает каждый день и через день вот у меня такие вот проблемы что я задыхаюсь доктор очень ласковый добрый специалист хороший сразу сразу меня погладит как говорится приведет в чувство и я живу спасибо а вот девочка которая медсестра у нас лариса которая 6 числа первый мой приступ где я была уже как говорится на грани смерти и она меня спасла медики смущаются от потока лесных слов и признаются большего им не нужно когда больные выздоравливают самая лучшая наша оценка самая приятная наша для нас благодарность ровно половину своей жизни женщина не просто отдала новому уренгою строитель щедро подарила северу молодость и здоровье очередь за городом вернуть утраченное хотя бы частично и надежда петровна знает за жизнь и ровное дыхание своей пациентки наши медики будут биться до последнего ольга май николай александров служба новостей импульс